здравствуйте дорогие друзья это линейдж 2m наверное лучше лучше мморпг двадцать втором году в этом видео мы узнаем что это за статуя эйн хасад что она дает за квесты стоит ли проходить квесты какие нужно проходить квесты также я покажу три локи на которых фармил и сделал замеры и чисто мое мнение об этой игре дальше в видео смотрите ребятушки ставите мага на фарм да обязательно вы ставите дистанцию 20 метров и включаем режим вежливый охотник зачем вы скажете за тем чтобы ваш персонаж не бегал за недобитками которых которым осталась одна плюшка вы просто даете плюшку вы не получаете ничего как бы сказать она вам нужно думаю не нужно я выставил бурю на одну секунду пополнение мп секунд 40 можно это секунд 40 чтобы она не сильно жрала хп вот товарищ стал тут вообще не в тему приятный блять нихуя ты неприятный варзон видно с колды сразу так ну что мы поняли область поиска цели 20 метров ну из-за того чтобы ваш персонаж если вы выставите без ограничений ваш персонаж может убежать в щель антаросу она вам нужно думаю не нужно вот 20 метров это нормально и режим вежливый охотник чтоб не добивать недобитки нажимаете авто охота режим экономии энергии на 4 часа на 4 часа можно забыть о нем просто забыть для меня прошло часов 5 для вас секунда как же замерить сколько адены ты фармишь на свои локи очень элементарно когда ты попадаешь в энергосберегающий режим там появляется время место сколько адены ты нафармил и сколько опыта ну и что ты выбил просто возьми минуту времени что ты фармишь и посмотри сколько ты нафармил адены моем случае это 5к умножаем 5000 на 60 на 60 минут нас выходит 300к в час ну это изи изи просто задачи для второго класса и так далее ты можешь геометрической прогрессии умножать первая локация нафармил 317 тысяч 2 и 7 процента опыта из магазинных бафов я только пользуюсь зельем ускорения и супом мандрагоры и того по затратам у меня всего лишь 20 тысяч адены на второй локации я столкнулся с трудностями из-за того что там обы умирали с двух с трех тычек то я на выбивал там кучу хлама и мне пришлось приостановить замер потому что у меня просто-напросто закончилась mp затраты 16000 адены ну и третья локация первый этаж крумы 19 минут 20 секунд у меня закончились баночки на хп 400 штук затраты двадцать семь тысяч адены просто так совет для начинающего линейщика пармить лучше там где ты убиваешь моба за 2 за 3 тычки максимум и у тебя уходит минимум банок здоровья теперь мы отправимся к этому статуя эйнхасад эйнхасад статуя эйнхасад блин ну не знаем уже можно отменить нафиг его нужно отменить отказаться нахер надо читать короче монстров служить себе служитель света тара тара там уничтожить монстровы вот этот я возьму так добыть клыки василиска в южном пустоши возьму зомби в руинах возьму пустоши уничтожить слух демонического меча зарыча вот это вот это но не хочу это брать пока выполнить поручение эйнхасад три раза вот это осталось зарыча мне не знаю пока не хочу его брать его не проходил пока мисс так и вот наши квестики начнем с первого посмотрим сколько у нас уйдет затрат на эти квестики вот я пройду сколько раз два три 4 5 6 7 черный прах подождите в долину драконов не в долину драконов мне еще рано вот этот квест я не буду выполнять так мы полетели бля хочу массу хами побить массу хами вообще должен нормально заходить так а давай сюда станем и включим массу хи вообще шикозик шикарно сейчас сдохнет блять просто еще с ее убью из-за того что я хочу быстрее пройти квест и пойти к следующему как будто специально подберу а ну-ка с нежненьким комиком да неплохо тут так есть полетели дальше блин 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 нужно так делать просто за это может убить могут конечно на туши я делаю ну а шо сделать жизнь такая хочешь жить умеет крутиться пройдено все пройдено всего за 17 минут так отправляемся в город ищем бокалейщика так что ты нам скажешь на 14000 14000 получается раз два три четыре пять пять заданий статуи так прошли задание эйхасад а зачем проходить задание эйхасад розе а я вам отвечу вот видите вот эти пёрышки 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 которые вам нужны для того чтобы быстрее качаться и получать больше адены я думаю так бонус опыту бонус адены еще около самой статуи стоит нпс у которого можно купить пассивные ну вроде бы они пассивные все там скиллы вы проходите квесты эйхасад вы получаете за эти квесты специальные монеты то есть не монеты а знаки поручения вот просто за что я полюбил ла-2 вот за это вот вы сами просто вспомните вы начинаете в ла-2 просто полностью голый и продолжаете играть шмот становится все красивее красивее и лучше просто развитие шмота класса пока вы не превратитесь вот это задоните нормально превратитесь вот такое вот а к нам она блять напоследок хотел бы сказать линейдж 2 м линейдж 2 м это ничего общего с той линейкой которая была вообще ничего общего тут только название линейдж остался и все не знаю я вот 2 декабря поиграл мне что-то она сначала не зашло потому что я ничего не знал не понимал ничего потом я посмотрел пару видосов мистера чем мастера чу мастер чу вроде бы советую кстати очень много рассказывает разного но он трендит в основном кучу просто очень сильно трендит как бы но ты должен научиться читать сквозь строки ты брать только лучшее что он дает не все что он дает он много очень дает информации можно сказать ненужной но это мое мнение у каждого свое мнение это чисто мое мнение не нужно меня слушать тоже лучше котика послушать стрик какой он милый милый кот просто милоха но посмотрим я думаю где-то до левела 60-го я докачаюсь и забью на эту игру потому что сейчас вот как бы есть много людей которые качаются незабущены там запущены они уже вырвались вперед и бы их не вижу но потом я только буду забущен их встречать не будут меня убивать мне там не понравится я просто забью наверное ладно это все что я хотел показать рассказать вам с вами был раз и всем до новых встреч